В Заволожск с рабочим визитом приехал временно исполняющий обязанности главы региона Станислав Воскресенский. Первая в маршруте – местная поликлиника. Медучреждение функционирует на базе Кенишемской ЦРБ и обслуживает более 16,5 тысяч человек. В поликлинике филиала работают 22 врача и 70 человек среднего медперсонала. 16% – молодые специалисты. Молодежь идет. В Заволожском районе имеется выделена квартира для молодых специалистов. То есть специалист, приехавший из Заволожского, тут же получает благоустроенное жилье. А так привлекаем, в общем-то, на личных отношениях, скажем так. Доброе, хорошее отношение, плюс обучение профессии, плюс интересная работа, самостоятельная интересная работа. Это много значит для молодых специалистов. В поликлинике пять терапевтических участков. Еще один работает для приема сельских жителей. Функционируют также три педиатрии и женская консультация. Длинных очередей практически не бывает. Вчера вот ходила к терапевту, да. Я сидела буквально минут, наверное, 15, не больше. Потому что народу не так было много. А бывает, много бывает. И час, и два просидишь бывает. Ну, это уж редкий раз. Это когда вот в основном идет эпидемия гриппа. Вот такие очереди. Оснащение по последнему слову техники в поликлинике действует клиникодиагностическая лаборатория, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. Проводят флюорографию, эндоскопию, делают рентгены. Есть медучреждения и мамограф, которые мечтают обновить. Ну, помнил, называется педитайзер, который переводит эти снимки сразу же в цифровой вариант. Сколько роста? Он стоит порядка 1,7 миллиона. Вот. И мы прорабатываем этот вопрос, чтобы вот установить этот модуль, учитывая большой поток мамографических исследований, мы действительно, нам не хватает денег на расходку. Ну, давайте мы посмотрим. Мы же сейчас, вы знаете, деньги выделили дополнительно на разного рода оборудование, включая мамографы. Мы не говорили про перевод аналогов в цифровую, но, может быть, по... Но это будет дешевле. Дешевле. Мы изыщем резервы, если то, что мамограф есть, то хорошо. В целом, по словам руководителей, с момента основания в 2006 году клиника неплохо сохранилась, почти как новая. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Заволжск.